здравствуйте меня зовут татьяна я рада вас приветствовать на канале который так и называется татьяна кельмяшкина у меня продолжаются зарисовки вязальные зарисовки которые я назвала условно из лета в зиму когда в разгар летних дней я вижу вещи для зимы кому интересно предыдущие зарисовки и вы их не видели я обязательно оставлю ссылку все это варежки простейшие варежки с простейшим рисунком которые связаны из пряжи drops flora drops flora имеет в своем составе 65 процентов шерсти и 35 процентов альпака 50 граммовом моточки 210 метров рекомендуется спицы номер 3 я в основном тройка и вяжу как-то пробовал 325 но все это я говорил о вязальных зарисовках обязательно оставлю ссылку на все предыдущие в конце ролика будут такие окошечки и в инфобоксе кому как удобнее значит следующая пара варежек тоже будет простейшим рисунком которым вы можете применить не только на варежках а где вам заблагорассудиться давайте я коротко расскажу останавливаться на том как именно вязать варежки я не буду потому что есть отдельное видео где я говорю о тонкостях и нюансах моего именно способа который мне ну как бы передала бабушкам о том какой резинкой какой основной рисунок я сейчас расскажу простейшая резинка 2 на 2 2 лицевых 2 изнаночных но если на лицевой скажем части варежки кое-где мы делаем перевитие такой микро жгутик то на другой стороне варежки я этого перевитие не делаю конечно можно сделать как угодно мне кажется так интересно здесь она есть здесь его нет уже дело лично дальше пошел рисунок я его называю знаете косина или уклон мы можем петли косить направлять хоть влево хоть вправо я хочу в правой варежки вот это у меня будет варежка правая чтобы этот уклон шел к левой руке а в левой руке соответственно этот уклончик чтобы шел к правой и когда мы так поставим будет ну я не знаю так крыша дома что или елочка я вот взяла этот рисунок 2 на 2 изначально вот если видно две лицевые 2 на гельце да значит и пошла делать этот самый клон уклон склон а вы можете попробовать и сделать это в рисунке три на три например 4 на 4 тоже интересно но я уж как была резиночка так и продолжила давайте по порядку начнем с резинки в этот раз на спице 225 я набрала 26 петель и стала вязать резинкой 2 лицевых 2 изнаночных и закончил двумя лицевыми на этой стороне от кто хочет начинать с изнаночных пожалуйста я опять начала с лицевых здесь особой погоды это не сделает то что 2 лицевых встречаются с двумя лицевыми это ничего страшного если вам это не нравится конечно начните с изнаночной через определенное количество рядов у меня это через пять рядов если считать сама перевести перевести как первый ряд потом еще четыре же дочка то есть всего 5 заново перевести если перевести не считать как ряд самостоятельно тогда через четыре ряда делаем перевести через четыре ряда перевести мне так легче считать я и считаю сейчас настало время опять менять местами петелечки или так называемые перевести делать кому удобно вы можете взять запасную спицу снять петлю на запасную спицу так сказать попросить здесь подождать и вязать но так как всего две петелечки нас фигурируют легче сделать таким образом сняли мы эту петельку сейчас мы уберем лишние предметы из кадра сняли петельку следующую мы провязали сняли а вот на чуть-чуть буквально сняли со спицы подхватили неудачно показал сейчас покажу по другому еще раз провязали так 2 изнаночных у нас как всегда и так мы снимаем петелечку не провязывая провязали следующую эту спицы подхватили соответственно не упасть бы нам не проморгать не упустить вот правильно сказать ту и провязываем таким образом у нас получились перевести и так просто сняли провязали эту подхватили на спицу ту быстренько быстренько подобрали когда вы вяжете не торопясь и не за штативом у вас получается все очень очень здорово просто сняли провязали подхватили перевели 2 изнаночных так и есть просто сняли провязали подхватили вот тут вот перехватили эту петельку уже провязана таким образом вяжется вот такая резинка 2 на 2 сам так называемые жгутиками наверное микро жгутиками их называю через какое расстояние их делать сняли провязали перехватили и провязали через какое расстояние делать решать только нам я сейчас провяжу уже без перебить и помню сколько сейчас здесь посчитаю на той варежке и мы с вами выйдем на рисунок и так когда провяжется достаточное для вас количество рядов у меня это 26 рядов вот так если посчитать по изнаночным рядиком 26 рядов я перехожу на спицы номер побольше на спицы номер три в данных варежках я не буду прибавлять иногда и прибавляю петли иногда нет пробую разные варианты здесь я прибавлять не буду просто перейду с двоечки 225 кубический считаю что двоечка на спицы номер три для начала этого рисунка для основания этого рисунка мне нужно 2 лицевых 2 изнаночных то есть ничего не меняется для первого ряда вы можете попробовать 3 лицевых 3 изнаночных как угодно пряжа толще этот рисунок будет смотреться по-другому пряжа тоньше по-другому и так просто переходим на другие спицы и как бы переходим на основное полотно уже варежки нашей будущей и я абсолютно все вижу через ряд перехлёст и там или что-то в данном случае просто смещение петель когда все этот штатив это сделаю так что он не мешал поэтому один ряд вот я вам сейчас вы показываю второй ряд будет точь-точь таким же точь-точь таким же я ряд 2 как бы изнаночным и вяжем по кругу у нас нет изнаночных рядов но 1 2 маленькую спицу я откладываю беру большую то есть я сейчас провяжу здесь лицевые изнаночные еще раз здесь провяжу один рядочек еще раз провяжу здесь и мы с вами встретимся и так по моей задумке мои будущие варежки должны как бы смотреть друг на друга у одних направления диагоналик вот на диагональ кит рисунок называется в одну сторону здесь у меня планируется диагональ ки в эту сторону куда бы они не смотрели принцип 1 мы сдвигаем на одну петельку именно на одну если мы сдвинем на 2 то получится типа путанки только не 1 1 1 2 на 2 бывает же путанка да или там шахматка как угодно значит давайте поймем этот сдвиг в сторону права получается вот у нас рисунок 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных он у нас так и будет продолжаться только все вместе со смещением чтобы сместить в этот раз в одну петелечку вправо мы как бы одну лицевую с вами потеряем условно просто вот представьте 2 изнаночных передвинуться на одну петельку суда лицевая уже хочешь не хочешь будет изнаночной это изнаночная изнаночная останется и эта изнаночная как бы будет лицевой мы сдвинули на одну получается что лицевых у нас будет не две а одна иначе у нас не получится вот этого самого смещения 1 а дальше пошло как мы вязали 2 изнаночных 2 лицевых и проверяйте себя должно всегда быть смещение на одну вот они те же самые 2 лицевых но они сместились именно поэтому одна лицевая уже у нас изнаночная другая пока еще до следующего ряда так по моему да сейчас посмотрим и вот так мы вяжем главное вот стартовать начальную петельку а потом уже ни о чем не думать так и вязать 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных главное на дно сместить откуда у меня еще это не как-то прибежал так 1 изнаночная варежки с обратной стороны я вижу всеми лицевыми следующий ряд как бы закрепляющий если 1 2 1 2 мы провязываем так мы провязываем по рисунку все как было до этого по рисунку и мы уже видим чуть-чуть до что пошло смещение в эту сторону давайте я провяжу по рисунку провяжу здесь лицевыми и мы встретимся рядочек который идет следующем будет начинаться с именно с изнаночных 2 изнаночных дальше пошло все как положено 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых может быть на этой тонкой пряжи незаметно но если присмотреться видите сейчас будет лицевой то петелька которая была изнаночной это которая была лицевой в предыдущем а то который долго долго была лицевой уже отдает свои полномочия изнаночной и вот таким образом у нас идет смещение в эту сторону на тонкой пряжи не очень заметно на толстый то интересней мне носки нравилось вязать да и джемпера я вязала из нее 2 лицевых дальше нам нужно закрепить все что мы сейчас провязали мы закрепляем вяжем по рисунку там где лицевые там лицевые там где изнаночные изнаночные довязываем до конца я провязываю лицевой ряд встречаемся и сейчас у нас получилась та же самая резиночка только начинается она уже не с двух лицевых а двух изнаночных временно скоро опять она будет по ходу на несколько раз будет начинаться из двух лицевых из двух изнаночных вот чтобы вот я смотрю просто вот как бы в две лицевые должны сместиться значит это останется лицевой это будет лицевой то есть изнаночная здесь вместо двух останется одна мне вот так удобно как удобно вам это понять одна лицевая 2 лицевая все лицевая тоже выше изнаночной мы смещаем на одну вправо и пошло тут уже не задумываясь 2 лицевых 2 изнаночных очень хорошо видно да как мы превращаем изнаночную в лицевую то лицевая еще один рядочек но этот и следующий будет тоже лицевая это уже увы изнаночная и так до конца здесь уже начинает прорисовываться смещение в эту сторону если вам хочется можно несколько рядов провязать со смещением в одну сторону потом со смещением в другую со смещением в одну со смещением в другую то есть в одну сторону повязали несколько рядов потом несколько рядов в другую потом еще это как вам будет удобно так здесь я специально остановила рисунок когда он в очередной раз уже несколько раз остановился на 2 лицевых 2 изнаночных то есть точно так же как мы начинали здесь вот он таким был вот он таким был здесь несколько раз мы опять приходим к нашим 2 лицевых 2 изнаночных мы сейчас смещали в эту сторону а нам нужно смещать в эту ничего сложного точно также я почему-то вот ориентируясь по трем я не знаю я понимаю что вот это изнаночная будет лицевой не будет 2 лицевых изнаночная а будет лицевая лицевая изнаночная то есть вот прям я начинаю с изнаночной петелечки которая поможет мне рисунок увести как бы лицевые наступают я вот ориентируясь по лицевым не так проще лицевые наступают вот в эту сторону или там ветер рябь гладь в эту сторону несет сейчас наболтаю тоже изнаночная вот она лицевая и отвоевывать следующий изнаночный тоже лицевой это как было изнаночной так останется а вторая изнаночная твою эту лицевой и таким образом у нас происходит смещение главное начать стартовать правильно а все остальное уже просто считай 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных ну так болтаю сделал три моем случае это варежки если вы там вяжите свитер джемпер это одно в моем случае это варежки нам обязательно нужно не забыть на этой стороне дача определенное количество рядов у меня это 16 рядочков проделать дырочку для пальчика две петли я провязываю действие оставляю все остальное провязываю то же самое не забыться и сделать в этой варежке но пока мне рано вот такой рисунок диагональки смещение как угодно такие варежки я себе хочу в одну сторону они будут и в другую сторону будут можно наоборот вот так было лево и право как угодно можно в каждой варежки вилять юлить это уже только наше конечно но это было все о чем я хотела вам сегодня рассказать и что я хотела вам сегодня показать если не остыну я обязательно буду продолжать вязать варежки я может быть не варишь какие-то просто зимние вещи летними денечками пока меня это очень-очень увлекает огромное спасибо за внимание и до новых встреч они обязательно будут и и и и и и и и